Кошки, которые по воле судьбы лишены заботы добрых хозяев, в Венсполсе живут практически в каждом микрорайоне и от холода обычно спасаются в подвалах многоквартирных домов. Сейчас в городе активно идет процесс реновации домов. Вентиляционные окошки, ведущие в подвал, закрываются и кошки в лучшем случае остаются замерзать на улице. Мария, председатель Венсполского общества защиты животных, последние три года вместе с единомышленниками старается хоть как-то решить проблему бездомных кошек. Животных стерилизуют, выхаживают, стараются пристроить в хорошие руки. Но, несмотря на все усилия, животных на улице меньше не становится. Животных у нас на улице, кошек особенно, очень много брошенных, потому что люди уезжают и просто выбрасывают. Дети пришли, поиграли, а родители заставили выбросить. Вот такая страшная проблема существует. Недавно Мария придумала и осуществила один дерзкий проект. С разрешения жильцов был оборудован вольер, где кошки могут содержаться на ограниченной территории. Свою идею Мария представила и в городской думе, и в управляющей организации Венсполсная Костоми-Ипошу. Ситуацию надо смотреть с двух сторон. Если дом уже подвергся реновации, то держать вентиляционные люки открытыми неправильно. Подвалы должны быть закрыты. Активисты и защитники животных предлагают держать одно окошко прикрытым на манер подвижной дверцы, через которую кошка сможет проникнуть в подвал и жить в вольере, за которым кто-то будет ухаживать. Если такую дверцу сделают, то потерь тепла не будет, и домик можно строить. Цивилизованный и гуманный подход к решению вопроса бездомных животных может вызвать интересы и у других. И первый автономный кошкин дом не станет последним. Возможно. Если найдется тот, кто профинансирует строительство и общее собрание жильцов, не будет возражать. Расходы на постройку вольера составляют ориентировочно 150-200 латов. И кроме того, жильцам дома надо будет решать, кто возьмет на себя обязанности по содержанию домика. Юлия Костенко, Гонда Порница, Инжознич, Курзомская телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова